Это Вести НС, студия Филипп Трофимов. Российскому игровому движку быть и займется этим холдинг ВК, но не в одиночку. Речь о своего рода платформе для построения трехмерных миров. О том, что разработчик игры может взять и использовать в своем проекте, не тратя силы на самостоятельное прописывание законов физики, механики столкновения объектов, особенностей освещения и прочего. Часть игровых студий используют собственные, проприетарные движки, кто-то использует сторонние. Вот такой сторонний движок, доступный всем желающим, и будет создан под эгидой ВК. И тут важно, что все это не обязательно про игры. Современные игровые движки это вполне универсальные инструменты, которые используются в рекламе, кино, архитектурной визуализации, симуляторах для образовательных задач, для создания цифровых двойников реальных объектов. В общем, для любых интерактивных приложений, требующих отрисовки виртуального мира в реальном времени. В этом смысле термин «игровой движок» скорее дань традиции в силу того, что изначально эта конструкция была построена на базе решения игровых задач. Но, как и весь мир, мы смотрим на этот продукт как на то, что сможет дать возможность реализации любой идеи в медиаполе или в сфере создания инструментария для конкретной своей работы, и будем стараться прислушиваться ко всем им. Удобство общедоступного игрового движка, среди прочего, в том, что в любой проект можно нанять тех, кто с ним уже умеет работать и не тратить время на обучение каким-то проприетарным инструментам. С другой стороны, и конкуренция тут тоже высока. Крупных игровых движков в мире несколько десятков, а лидеры в этой области, Unity и Unreal Engine, развиваются пару десятилетий и по некоторым оценкам занимают порядка 60% рынка. И именно им и предстоит создать альтернативу. Для нас будет максимальная доступность, то есть мы будем упрощать свои инструменты таким образом, чтобы максимально просто было входить новым кадрам. Максимальную адаптивность, то есть мы будем решать именно те задачи, которые сейчас востребованы разработкой при реализации тех или иных идей. И мы будем очень сильно смотреть в обучаемость. То есть мы будем делать продукт таким образом, чтобы его легко было распространять на рынке и увеличивать комьюнити, которое будет вовлечено в работу с ним. При этом, в первую же очередь, мы смотрим не только на коллег, как на партнеров, вместе с которыми мы будем создавать новые игровые продукты, так и на партнеров, которые будут участвовать в разработке самого движка. И мы будем активно стараться привлечь их к этому. Примерно заявленные сроки 3-5 лет. При этом некая базовая версия обещана уже в следующем году. И это будет то, что можно будет показать разработчикам приложений, с тем, чтобы услышать их пожелания и, главное, привлечь их к работе над движком. Это задумано как open-source проект, создаваемый сообща всем сообществом. Ну а финансировать, по крайней мере, на первом этапе будет холдинг ВК. С точки зрения инвестиций, как мы себе видим этот план? Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии. Мы считаем, что оценочно не менее 100 человек специалистов нужны для создания базовой версии. Это разные компетенции, как программистов, технических писателей, художников и многих других. По сути, нам нужно учесть всю специфику различных форматов игр. При этом учесть возможность экспортации, как на консоли, персональные компьютеры, мобильные устройства, браузерные игры. Мы считаем, что технология должна быть универсальной и позволять создавать любые типы игр. Надо заметить, что разговор о создании отечественного игрового движка активно ходит еще с прошлого лета. И многое, по-видимому, упиралось как раз в финансирование. Сообщалось, что взяться за проект был готов Ростех. Тогда вся история оценивалась в 6 миллиардов рублей. По данным коммерсанта, ВК тоже изначально рассчитывал на субсидию в размере 3 миллиардов рублей. Впрочем, с тех пор многое поменялось, в том числе и набор собственных игровых активов ВК. В итоге холдинг принял решение запустить процесс самостоятельно. Мы долго обсуждали механику создания такого движка, в общем, место его в индустрии. И я очень рад, что компания ВК, как лидер рынка, готова взять на себя такую очень важную, ответственную социальную миссию. Создать open-source инфраструктуру, open-source движок, который будет доступен всем желающим разработчикам. В общем, снизит барьеры для входа или станет в случае введения ограничений той самой возможной замены для разработки.